всем привет всем доброе утро у нас реально какой-то апокалипсис заливает нас капитально вчера бассейн на воду откачивал уровень наполняется потому что позавчера кстати выпала месячная норма осадков буквально за 30 минут все это продолжается у нас не знаю я насколько это долго все будет на неделю дождей точно обещают с папиным насосом произошла беда сегодня утром он вчера вечером его снял чтобы просушить затопило у нас колодец кто не знает кто не помнит здесь у нас скважины и стояли два насоса один мой он прямо глубины а вторую папину сверху здесь стоял вот и колодец у нас набрал воды в общем и папе насос затопило он его снял просушил как бы ну все нормально утром пошел поставил а там вода в нем до сих пор осталось представляете себе и все и он задымился и короче мы его быстренько отключили и казалось бы папа остался без воды но нет пришел я я группа надо как-то дом подключить твой ну как смог как как мы подключим надо насос я короче взял умеете у меня кран торчит и шланг видите пошел обратно сейчас выводится я взял от своего соса глубинного кран открыл подключил шланг с быстросъемом подключил его папиной трубе сейчас покажу вот вот видите вот эту прибуду вот ушло он придет это короче у меня но у меня нету никого сгона переходника магазины закрыты утром еще рано 7 часов я взял фильтр от керхера вон с быстросъемом прикрутил через резиновое уплотнение и шлангочку сюда подсоединил все у папы дома теперь есть вода правда напор не такой что уж прям вау вау но тем не менее вода в доме есть и помыться можно и умыться и посуду помыть все можно сейчас к нам приедет человек по имени эдуард он папе ставил осмос не менял регулятор на насосе мы с ним будем консультироваться по поводу того как нам избежать вот этой всей ситуации может быть все таки можно найти приобрести такой насос который будет стоять у папы в таком же колодце только там у папы и он его поднимет потому что здесь мы не хотелось бы поднимать я папе говорю давай будем поднимать конечно не хочется и папе не хочется поднимать именно эту скважину то есть ну колодец вот так вот кирпичом выкладывать выше ставить они заливать как бы и папе не хочется и не не очень хочется ну потому что будет тут столб такой некрасивый сейчас еще хоть как-то более-менее поэтому и пригласили мы эдуарда и он нам подскажет есть все-таки такие насосы которые можно 25 метров чтобы он прокачивал да по-любому есть но он подскажет там марку модель например там как все это сделать и может даже приедет и установит все это мероприятие короче сейчас приедет человек и и разберемся а вы сможете этим заняться и все это как дело дело в том что мы можем но мы боимся как бы ну накосячить плюс там надо будет скорее всего перепаивать все эти петельки там все это перепаять у нас это камни и который идет от вас она идет сюда да но улите полить нет 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 я спорта своих планов и вот у нас стоит вот у вас на кухне да и на кухне я тыщи эти два фигуре аналоге тогда лучше автоматику просто думал делать обман что поставить в доме дни резюбов и тогда не регулятором давление подавить ни в чем там вода даже поднимается она выше трубы вот ну вот это вот пластиковый важно она не понимаете никогда она топит насос вот ровно наполовину она его топит ровно наполовину короче и вот это уже второй ресурс у нас горит просто и все вода есть я подключу я от своего крана до , как бы сейчас тяжело работать ему продавливать тяжело но он но там тонкий напор воды на есть как бы то есть вот такие вот дела приехал специалисты вообще как бы махнулся мы поставим два глубинных насоса в одну скважину все будет хорошо один чуть выше один чуть ниже и им не будет у вас больше никаких проблем с насоса регулятор только один чуть краюшку будет автоматика вот это 1 вот так останется а вторая рядышком будет и все так водичка вроде вот видите как вода набирается это вот все эти подземные воды дождь прошел вода над ним набирается вчера вообще короче ходил ну допоздна я не знаю до скольки вечера все время проверял скважину чтобы ну вода не набралась сильно много но она вот так и было вот прям чуть-чуть снизу да ребята погода нас сегодня не радует вот это вот весь день время уже 12 первый час минут 15 и идет дождь не прекращая утром вот он чуть-чуть остановился видимо для того чтобы я папе воду подал и все и льет и льет и льет и льет и льет не знаю когда это прекратится конца и края этому нету вот чем даже заняться скажете не знаю а знаю ребят а давайте-ка мы с вами приготовим сегодня плов из гречки в казане с шампиньонами нам для этого понадобится мясо лук морковь гречка госпожа и и конечно желательно предварительно промыть и проколить так раскроется ее аромат еще сильнее она будет вкуснее и шампиньоны из приправ ничего особенного мы не будем использовать по классическая вот именно зира и соль чеснок еще соответственно и так приступим к подготовке наших ингредиентов начнем с мяса у меня филе индейки бедра ну мы любим мясо по нежнее поэтому именно такое но обычно конечно на такие блюда используют говядину там баранину в общем кто что любит мы любим индейку теперь нарежем лук лук мы нарезаем как обычно на плов полукольцами лук не бойтесь вот у меня видите у меня целая головка еще половинка не боюсь лук добавлять лук как вы знаете он всегда в конце приготовления его практически не видно и незаметно он превращается в воду обычно морковь с морковью все немножко по-другому морковь обычно в плов мы нарезаем длинными полосочками но так как у нас будет плов из гречки мы его сделаем кубиками пришло время шампиньонов даже не знаю как их порезать мелко не надо ну и крупно тоже не хотелось бы поэтому давайте их вот как то так будем резать вот так вот все наши ингредиенты готовы ребята пора выдвигаться казану поставил я казан под навесом потому что дождь вот только закончится вот только что закончится поможет любой момент опять начаться сейчас мы поджигаем дровишки разжигаем печь и будем прокаливать наш казанчик видите у меня здесь небольшие неприятности с ним это вследствие того что попала сюда вода влага попала вот просто у меня казан эту зиму зимовал на улице и особо я его ничем не укрывал поэтому так получилось но ничего мы сейчас прокалим его сначала соль я сюда высыплю солью прокалю потом с маслом подсолнечным солью и потом уже буду использовать только казан по назначению засыпал соль вот смотрите она у меня нагрелась пока с папой стояли болтали у меня уже казан чистый ведь как соль хорошо чистит когда новый даже казан приходит его когда обжигают 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 солью нет ниц это чугун он не боится это же не тефло наоборот это хорошо вот так вот сейчас мы подготовим наш казан вот смотрите какой эффект от соли казан чистенький стал видите как сейчас я уберу вот эту мелкую пыль остатки проколю маслечком еще подсолнечным и потом уже только буду готовить для обжига возьмем самое простое масло подсолнечное готовить мы будем на другом на хлопковом будем масле готовить вот по краям начинаем наливать и чтоб серединку у нас стекала как можно выше краешки задевать вот маслечко не жалеем пусть она прокалит еще было бы хорошо сюда бы лук или морковь когда масло накалится добавить чтобы придать вкус нашему казану вот как достаточно будет сейчас нагреется и мы будем купать наш казанчик вот купать ну что ребят взбодрили мы наш казан до состояния нового там у меня горит огонь поэтому давайте быстрее мы сюда добавим масло и начнем готовить масло я буду использовать хлопковая хлопковая в общем у меня нету ни курдюка не сало я буду использовать конкретно масло масло добавили ждем когда она накалится как проверяем берем кусочек лука вот такой вот малюсенький и опускаем как зашипит значит масло уже нагрелась можем смело добавлять лук о его масло уже шипит можно добавлять лук все вот смотрите лук уже начал принимать такой карамельный цвет пора добавлять мясо мясо сейчас нам собьет жар потому что мясо температура другая но надо потихоньку мясо опускать сейчас мясо и лук все отдаст воду особенно после того как я посолю и можно добавить морковь будет давайте присолим немного смотрите сколько у меня влаги какой бульон давайте добавим морковь и гиры если честно вот смотрю и морковки я добавил бы конечно же побольше и самое любимое зира я убавил огонь закрыл заслонку нам осталось только ждать пока приготовится зирвак хотя бы на половину затем мы добавим шампиньоны гречку еще раз все посолим потому что мы солили только мясо гречку нам еще предстоит только посолить ребята мы чеснок забыли добавить чеснок это же тоже очень круто а вот теперь полный порядок что вы хулиганье куда пошли вы чуб блина нет ветром его точно не сдует сейчас я принесу стремянку и залезу наверх пока отвлекался на девчонок и зирвачок уже готов почти поэтому пришло время добавить сюда шампиньоны гречку все это посолить залить воды и ждать окончательного результата добавляем шампиньоны теперь добавляем гречку стараемся ее так рассыпать чтобы она в масло в зирвак прямо попадала чтобы не переборщить с водой и теперь давайте добавим воду думаю что на мой объем гречки этого количества воды хватит в любом случае лучше не долить чем перелить воду можно будет и потом процессе приготовления еще добавить поэтому я оставлю пока так накроем крышкой и будем ждать минимум 10-15 минут потом откроем и посмотрим что у нас получилось забыл я совсем вам сказать что необходимо посолить будет гречку я-то посолила вам забыл сказать вот для меня что самое сложное всегда в приготовлении вот таких блюд будь то плов будь то вот гречка в казане мне всегда трудно угадать с температурой вот вот хоть убейте меня не могу никогда поймать температуру вот сегодня вроде бы все идет по плану у нас до конца приготовления осталось где-то минут ну наверное ну пусть будет даже 10 до сейчас у меня там угли вот прям в печи лежат угли подкидывать я не буду потому что температура углей огонь варка к температура казана огонь варка такая это же казан это настоящая мультиварка только крышка у меня беспонтовую в этой мультиварке она у меня он видите какая-то жестяная может тарелочку сверху бахнуть давайте-ка я наш плов вот так вот тарелкой накрою как пуф гречка наша и сверху еще крышкой и заслонку я закрыл потому что видите там процесс идет очень серьезный такой прямо мощный я бы сказал оставляем так вот и из-за этого что я неправильно выбирая температурный режим у меня чаще всего ничего и не получается ну в плане гречка у меня получается супчики получаются вот а вот плов мне не получается вот мы не получается у не умею контролировать огонь у меня получается не плов у меня всегда получается рис с мясом ну зеро и то есть со вкусом полового так вот ребята наша гречка уже почти готова осталось буквально но я не знаю минуты две или три поэтому мы сейчас откроем и добавим сливочного масла соберем нашу гречку вот таким вот горочкой вулканчиком и сверху добавим сливочного масла масло растопится и гречка пропитается сливочным вкусом и так ребята наше блюдо уже я уверен что готова давайте скорее достанем из него сначала чеснок потом все содержимое и пойдем приступим к трапезе ну как вам такая красота классно ну вот как говорится охапка дров и плов готов но у нас это гречка юля обожает татьяне викторовне я уже с папой отнес как вкусно только больше что нету надо сегодня съездить еще раз купить все ингредиенты и сделать я буду просить потому что это нереально вкусно я попробую я то не снял уже все продегустировали кроме меня а мясо как сейчас многие напишут кстати по поводу мяса индейка у меня ребята представляете себе и с индейкой вкусно да она это нормальная не знал лёша все офигенно я не могу остановиться гречкой правда в этот раз получилось очень вкусно кушай на здоровье всем кто есть приятный ну прям уж долго вчера попросила сегодня уже сделал не охота мне готовить я же сегодня вам еще не показывал маленького обжору увидите что соскакивается он думает что ему покушать принесли усище нюхается ну что ты хулиганье бодрячком товарищи бодрячком смотрите как быстро он зарастает уже уже бегает прыгает устроил себе здесь за шторами короче ночлежку вон там он укладывается сесть гуляет вытряхивает из горшков опилки юлина до хулиган большой уже такой большой большой лапы как у зайца длиннючие за тарахтел не упади только живот у тебя смотри какой надутый хватит столько кушать есть и пьет есть и пьет ночью сегодня играл взял шарик у него и шарик такой погремушка и давай ночью играть долбить тут юля соскочила пошла к нему сидела тут с ним часа два до томаси то вот есть же маленький шарик чё ты маленьким шариком не играешь чё ты большим играешь тёма сита тарахтелкин тарахтелкин много ест много пьет стул нормализовался все хорошо растет у него уже на кости хоть жирок начал наползать это вообще скелет был котяра котяра и поиграй котяра и что ты такую стете ночью опять будешь играть опять ночью будешь играть до томаси то не сидит ты томаси то вот так вот с томасом у нас все понятно все у него хорошо и замечательно за него можете даже не переживать единственная еще раз повторяю ребята пожалуйста откликнитесь у меня аллергия найдите приют ему заберите кто-нибудь ребенка заберите в семью мальчик еще маленький всему научить можно приучить он как бы и сейчас приучим уходит у нас на пеленочке вот кушает играет но поправ он уже ну все он выздоровел уже сто процентов моему антибиотики уже не даем все у него нормально и замечательно все у него хорошо единственное надо найти ему дом я пойду займусь казаном почищу его обработаю следующему приготовлению пищи чтобы он у меня не проржавел и поставлю его так чтобы на него в вода не попал ну и все на этом все всем пока пока удачи